МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нежалова. Сегодня избирком Ненецкого округа начал завоз избирательного оборудования и документация в населенные пункты региона. Первые рейсы на Редмарского авиаотряда отправились по селам Нижнепечорье. Завтра, 27 февраля, воздушные борта охватят западную и восточную части региона. Завершится завоз 28 февраля на остров Колгуев в поселке Харута и Харивер. В этот же день вместе с завозом на островной поселок Бугрино будет организовано досрочное голосование на песчано-озерском месторождении и маяке Северный. В целом, вылеты в рамках досрочного голосования в Кочевья и на нефтепромыслы продлятся до 17 марта включительно. За это время территориальным и участковым избирательным комиссиям предстоит охватить огромную территорию – от ближайших к Наринмару маленьких селений до побережья Карского моря островов. Традиционно на каждых выборах у Крысбирком должен добраться и до леневодческих хозяйств. В 2018 году досрочное голосование планируется в 8 сельскохозяйственных производственных кооперативах, 8 семейно-родовых общинах и 1 крестьянском фермерском хозяйстве. Что касается нефтяных месторождений, заявки в окружной избирком подали практически все недропользователи на территории Неницкого округа. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Защитника Отечества и столетию Советской Армии и Военно-морского флота СССР, прошли в Наринмаре. Глава региона Александр Цибульский посетил воинские части, расположенные на территории округа, и лично поздравил военнослужащих с праздником. Торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества, начали с минуты молчания. Почтили память невернувшихся с войны ветеранов. Первые лица округа – представители общественных организаций возложили цветы к обелиску Победы. Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн, вооруженных конфликтов и подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны на Аллее Славы. Нас очень долго пытались развалить в этой части. И когда вдруг неожиданно увидели, что наши вооруженные силы способны выполнять такие операции, о которых многие даже не представляли, что это возможно, с нами по-другому заговорили. Поэтому я хочу сказать с праздником наших защитников, низкий поклон за то, что вы делаете. Мы вами гордимся и благодаря вам мы можем сегодня ощущать себя великой страной и великой нацией. Верность присяге и военному долгу, бесконечная любовь к России сегодня характеризует нашего российского солдата. Далее глава региона отправился в воинские части, чтобы лично в этот праздничный день поприветствовать и поздравить тех, чья профессия – Родину защищать. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Я хочу вам сказать, что мы гордимся вами. Вы те люди, благодаря которым мы спокойны с теми ночами. Это не такие красивые слова. За этим действительно стоит большой смысл. А вечером для военнослужащих во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт. Первый заместитель главы округа Юрий Мурадов вручил благодарственные письма губернатора за заслуги высокий профессионализм военнослужащим и представителям силовых структур округа. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ижимский оленевод ИКО – пример, достойные подражания. Об этом заявил глава региона, посетив убойный пункт сельскохозяйственного кооператива, расположенный в 110 километрах от города. Александр Цибульский ознакомился с производственными мощностями убойного пункта и перспективами развития СПК. Это компьютер. Здесь, в принципе, все сделано по принципу умного дома. То есть вот здесь, на этом мониторе, все выведено. Морозильные камеры для всех полностью. Если видите, можно посмотреть. Этот умный дом – островок экономического развития в бескрайней тундре. Начиненный по последнему слову техники убойный пункт Ижимский оленевод ИКО построил в 2016 году. Сейчас здесь ведется полный цикл переработки. Но здесь не 300 тонн мяса. Это порядка 7-8 тысяч оленей мы здесь будем забивать. Всего 14 забивает. Но 8 здесь планировать. Чтобы еще нарастить объем, нам надо еще построить такой же убойный пункт. Сейчас большая часть продукции оленеводства Ижимским оленеводам реализуется в общество мясопродукты. В ближайшие перспективы выход на международный рынок. Ну, планируете Финляндию, да, представляете? Финляндию, Норвегия следующий шаг. А дальше там уже видно. Халяля интересная вещь. Вот сейчас есть предложение. В этом году мы хотели успеть, но не успели. Потому что тут немножко русскохознадзор как бы... А халяя куда набежно? А в русской стране есть сегодня спрос. Тут Иран немножко, ну, на свои контакты как бы, да, и свои связи выходят. Есть, выходят, спрашивают. То есть мясо оленина стало интересно на рынке. Помимо убоя оленя, переработки его мяса и субпродуктов, здесь же ведется сбор крови и обработка шкур. Вот здесь под шкуру съемка. То есть зацепляю за передние ножки вот эти крюки, вот этот тамус, который, эта ножка, которая субпродукт и соса, остается, зацепляется и не шкура снимается, а олень выбирается из шкуры. Почему так? Потому что можно снимать с задней части, можно спереди. Но лучше всего спереди, потому что мышцы так расположены, что он очень и не оставляет мышечную ткань на шкуре. Она снимается чисто. Олени шкуры идут на засолку. В рамках международного проекта «Оленя шкуры. Высшее качество», финансируемого по программе приграничного сотрудничества «Калартик», в хозяйстве был поставлен барабан для засолки шкур. Здесь заславывается, включается, происходит посолку. На улице, да? Да. Это тоже финно поставили, да? Это финская. А она обязательно деревянная должна? Ну, железная непрактично, потому что надо все время на посолье бивать, включать, она все-таки как-то... А, вредная коррозивающая сеть? Да. После засолки шкуры идут на хранение в специальный холодный цех. Он может вместить до 10 тысяч шкур. Именно столько шкур в прошлом году СПК направил на реализацию ведущему партнеру проекта – финской компании «Лапин Нахка». Тому, что умеют сами, в колхозе готовы научить и окружных студентов. И сегодня мы говорим, кадров нет у нас, да? Ни зоотехников, ни ветеринаров, негде обучаться. Вот, пожалуйста, вот представляете, сейчас приехала группа и посмотрела, как надо делать и как надо забивать оленей. В соответствии с европейскими нормами. Сегодня же, если поглядеть по сторонам, то мы все еще в 20 веке с нашими технологиями, с нашими убойными пунктами, со всем. Идею поддержал глава региона Александр Цибульский. Я считаю, что это должен быть пилотный проект, который надо развивать. Может быть, на базе этого убойного пункта пойти дальше и сделать некий центр по обучению специалистов, по, может быть, даже сертифицированию соответствующих специалистов, а затем, конечно, это тиражировать и развивать на другие упойные пункты. Если мы хотим конкурировать на внутренних и внешних рынках, мы должны иметь максимально современные производственные мощности. Ижимский оленевод ЭКО – сегодня самое крупное оленеводческое хозяйство в европейской части России. В СПК работает 260 человек, а по голове оленей составляет почти 28 тысяч голов. В регионе по-прежнему остаются актуальные проблемы хищения частных и колхозных оленей во время перегона стад. На заседании профильной комиссии депутаты окружного собрания рассмотрели факты отстрела частного поголовья и способы борьбы с хищением оленей. В январе этого года в СПК ХАРП зафиксированы случаи отстрела шести оленей. Благодаря оперативной помощи оленеводов сотрудники полиции задержали преступников и возбудили уголовное дело. Как отметил заместитель начальника окружной полиции Владимир Макеев, все уголовные дела возбуждаются по статье «Кража имущества». Председатель СПК ХАРП Николай Колесников с такой классификацией правонарушений не согласен. Мне интересно, когда сначала было как браконьерство, сейчас пошло кража имущества. Да, если человек вылез от стреляных оленей, значит, это кража. Если стрел, но его, кажется, поймали вместе, значит, это порча имущества. Замечательно просто. А то, что он планировал этот разбой, а то, что выехал с оружием, а то, что он, говорит, стрел проводил, это вы как понимаете? Люд в бригаде этого не понимают, а люди говорят, это непонятно, понимаете? По словам Николая Колесникова, наказание за незаконный отстрел оленя нужно ужесточить. В противном случае охотников это не остановит. Легитву крови практически безнаказанным. Ну, заплатил, вышел, посмеялся и пошел дальше. Следующий раз так же приедет. Ну, и смешно вот сейчас, да, застрелили в декабре. Шесть важных, шесть денег важных застрелил. Представляете? Когда приходит, говорит, а вот у меня азарт, я выехал, смотрю, и начал стрелять. Ну, это что, вот понимание, да, вот человек азарт. А другого за рта нет, приедет стрелять. Почему-то все правильно, если как будто к такому вот, к шелосту. Ну, заплатил деньги, все уголовное дело нет. И даже оружие не занимается, не занимается средства использования. Но это делается. Ежегодно на территории округа в период убойной кампании сотрудники окружной полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа». Депутат окружного собрания Владислав Песков предложил полицейским усилить меры по обеспечению безопасности перегона оленей на пастбище. У нас есть участок дороги Красная, Наринмар, и вот есть такая речка Петумбой. Обычно где-то осенью, в темное время, в ноябре, я вот сам ездил в машине, встречал, оленеводы переходят этот участок. И, ну, зачастую там вот машины, там, бывают грузовики и прочее, они не останавливаются. И, ну, в темное время суток и все остальное. Вот можно ли обеспечить в этот период, как бы, перекрытие дороги, чтобы оленеводы могли просто перевести стадо, перевести аргиши и, как бы, выйти, как делают в Мизении, на трассе Мизении-Архангельск. Незаконные отстрелы оленей осуществляют не только в районе Красного, но и в отдаленных поселениях округа. Туда на охоту приезжают жители других регионов. Когда мы были в Шойне, был вопрос, что охотники приезжают сквозняком, ведут мимо Шойны и туда дальше, на коленную, нос вообще и дальше, понимаете. И там, значит, соответственно, на каких основаниях они это делают, охоту производят. И я здесь не берусь квалифицировать, я просто говорю о том, что это факт есть. Вот сейчас мы поедем на Восток до Шойны, опять там по всем населённым пунктам проедем. И вот, например, то же самое. Нам-то как отвечать на эти вопросы? И когда это закончится? Как отметил заместитель начальника окружной полиции Владимир Макеев, охотники с других районов приезжают в округ по приглашению кого-то из местных жителей. Ни один иногородний в тайне от местных сюда не приехал, потому что, ну, согласитесь, ехать неизвестно куда и неизвестно чего. То есть кто-то его приглашает, кто-то привлечает. По итогам заседания экспертно-правовому управлению окружного парламента комиссия поручила проработать вопрос к квалификации правонарушений, связанных с отстрелом домашних животных и браконьерством с учётом опыта регионов. Также представителям правоохранительных органов и окружного профильного департамента были даны ряд рекомендаций. Как отметила председатель постоянной комиссии Ольга Каменева, год оленеводства, объявленный в Неницком округе, позволит уделить больше внимания проблемам отрасли и коренных народов. В рамках года оленеводства в собрании депутатов утверждён план. Достаточно, план очень крупный по различным мероприятиям. И на днях мы побывали и в посёлке Красное, встретились с оленеводами и чумработницами СПК «Харп». Проговорили и просмотрели их проблемы. Это проблемы с пенсионным обеспечением, проблемы медосмотров. Вопросы здравоохранения депутаты окружного собрания обсудят на следующем заседании постоянной комиссии по делам Неницкого и других малочисленных народов Севера. Оно состоится 1 марта. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Александр Цибульский поручил департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта Неницкого округа проводить осмотр окружных дорог не раз в месяц, а раз в неделю. Об этом он заявил на заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, качество дорог является одной из причин дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2017 года в округе произошло 40 ДТП. Погибло трое жителей округа. В основном причинами происшествий становится неудовлетворительное состояние дорог и нарушение правил дорожного движения. Еще в семи случаях виноваты пешеходы. Особое беспокойство дорожных полицейских вызывает пьянство за рулем. За управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 255 водителей. По признакам состава предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса повторное управление в состоянии опьянения выявлено 49 преступлений. В судебном порядке лишено права управления транспортными средствами 210 водителей, вынесено штрафов в отношении 130 граждан, назначено 12 наказаний в виде обязательных работ. Административному аресту подвергнуто 53 водителя. К уголовной ответственности приговорами мировых судей привлечено 24 гражданина, 7 из которых приговорены к лишению свободы. Также одним из приоритетных направлений деятельности госавтоинспекции является профилактика детского травматизма на дорогах. За прошлый год дорожными полицейскими совместно с общественными организациями и учебными заведениями проведено 168 акций, направленных на безопасность детей на дорогах. Сотрудниками госавтоинспекции разработаны рекомендации по внедрению в образовательных учреждениях паспорта дорожной безопасности. Одним из проблемных вопросов является внедрение паспорта дорожной безопасности ввиду того, что разработка и оформление требуют финансовых затрат. К тому же педагоги сталкиваются с трудностями при разработке схем маршрутов передвижения детей к образовательным организациям и обратно. В части их единообразие. Уже на основе их разрабатываются индивидуальные маршруты школьников с родителями. Необходима компетенция дорожно-эксплуатационных организаций по обеспечению безопасности детей на дороге. В части, касающейся проектной документации, обустройство территорий микрорайонов по пути движения к образовательным организациям, помощи в разработке схем. В этом направлении дорожные полицейские также помогают педагогам на базе Ниндского регионального центра развития образования. Всего за прошлый год сотрудниками ГИБДД проведено более 70 профилактических мероприятий, в результате которых проверено 7,5 тысяч транспортных средств и составлено 700 протоколов. Также главе региона доложили о планах по ремонту дорог, тротуаров, пешеходных переходов и установке новых светофоров. В рамках программы развития транспортной системы планируется благоустроить улицы вблизи образовательных учреждений города. Планируется в плане реконструкции обустроить тротуары, установить светофор типа Т-7, выполнить асфальт и бетонное покрытие дороги, установить искусственные неровности, обустроить освещение дороги, в том числе пешеходного перехода. Цена вопроса будет понятна после разработки проекта. По итогам заседания глава региона поручил профильному департаменту проводить объезд окружных дорог и междворовых территорий для проверки качества уборки снега в зимний период не раз в месяц, а раз в неделю. В Наринмаре стартовал второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В этом году список компетенций стал значительно шире, увеличилось и количество участников. Больше возможностей проявить свои способности и таланты. В Наринмаре стартовал второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках международного движения WorldSkills Russia. В этом году состязания пройдут по пяти компетенциям. Поварское дело, физическая культура, предпринимательство, ветеринария и медицина и социальный уход. На церемонии открытия чемпионата побывала наша съемочная группа. Студентка четвертого курса на это Альбина Куландина среди тех, кто будет впервые участвовать в региональном чемпионате молодых профессионалов. Вместе со своими однокурсниками девушка будет проходить испытания по направлению ветеринария. В этом году площадка в техникуме, все освобождены от уроков и проходит чемпионат. Волнение все равно присутствует, мне кажется, у всех конкурсантов. Волнение конкурсантов вполне объяснимо, ведь оценивать их профессионализм будут в том числе и разработчики конкурсных заданий, так называемые сертифицированные эксперты. Их присутствие на площадке позволит сделать оценку результатов максимально объективной. На площадке именно по компетенции ветеринарии ребята выполняют три модуля. Первый модуль – это микробиология, где они окрашивают микроорганизмы по сложным методам по грамму и определяют, то есть делают посевы и определяют воздействие антибиотиков на данные микроорганизмы. Второй модуль – это ветеринарно-санитарная экспертиза. Они проводят экспертизу мяса, продуктов растительного и животного происхождения, проводят ороскопирование куриных яиц и определяют паразитарную чистоту мяса. И также модуль С – это выполнение профессиональных работ. Это проводят клинические исследования животных, таких как мелкорогатый скот, птица, домашние животные, проводят угрозвуковую диагностику, на симуляторах оказывают акушерскую помощь, накладывают швы и многое-многое другое. На примере компетенции ветеринария понятно, что испытания ребят ждут самые серьезные. О том, насколько участники хорошо справились с заданиями, можно будет судить через несколько дней, а сегодня ребята дают клятву ответственно выполнять задания. Мы, участники второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», приветствуем всех участников, организаторов и гостей. Клянемся выступать честно, добросовестно и уважительно к окружающим. От имени всех участников чемпионата клянемся уважать и соблюдать правила, по которым они проводятся. Верим, что знания и опыт, приобретенные на чемпионате, помогут нам стать профессионалами будущего. Региональный чемпионат молодых профессионалов продлится три дня. По результатам испытаний будут определены пять победителей, по одному в каждой компетенции. Они будут представлять наш регион на отборочном этапе всероссийского чемпионата WorldSkills Russia. В прошлом году такая честь выпала студенту на это Александру Найда. Он был признан лучшим в поварском деле. Я бы пожелал надежды и уверенности в победе. Это очень важно. Я туда пришел за победой. Я победил. Я хочу, чтобы все участники верили в себя, ну, как это обычно. Чтобы они показали все, на что они способны и немножко больше. Ненецкий округ стал официальным участником международного движения в октябре 2016 года. Первый окружной чемпионат прошел в феврале-марте прошлого года по двум компетенциям – поварское дело и дошкольное воспитание. Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения WorldSkills Russia вне конкурса. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...